Так же Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля, как Он сказал о том человеке, который оставил Куран, будет забыть в Судный день, так же Аллах Субхану Ва Та'ля обещает, я еще раз повторю, Аллах обещает, что тот, кто взялся за Куран, живет с Кураном, он не заблудится в этой жизни и не будет несчастным в Судный день. Он не заблудится в этой жизни и не будет несчастным в Судный день. Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля сказал, Обращаясь к пророку Мухаммаду Субхану Ва Та'ля, сказал, поистине это напоминание для тебя и для твоего народа. И вы будете спрошены. Это к нам обращение, ко всем верующим. Вы будете спрошены. Я буду спрошен, брат. Ты, брат, будешь спрошен. Ты, сестра, будешь спрошен. За что? Аниль Кур'ан. За Кур'ан. Халь фахимта. Понял ли ты? Поняла ли ты Кур'ан или нет? Халь талауту. Читал ли ты Кур'ан? Халь таббактуму. То есть вы его на своих деяниях, в жизни вообще, как бы, следовали Кур'ану или нет? Халь тадаббар. Кауля. Размышлял ли ты над этим словом, над Кур'аном, над аятами? Халь хакамтуму. Брали ли вы Кур'ан как хукам, как то, на что нужно возвращаться во время споров, то есть во время того, когда мы ищем ответ на тот или иной вопрос. Брали мы это за основу или нет? Фи аят. То есть размышляли мы над аятами? Возвращались ли мы аяты Кур'ана или нет? Мы все с вами будем спрошены за это в судный день. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова